Правительство Тверской области окончательно утвердило функционал и ключевые направления работы Министерства молодежной политики. Как отметил губернатор Игорь Руденя, перед новым ведомством ставится немало важных задач. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Принятие правительством Верхней Волжи положение о новом ведомстве является одним из необходимых условий для начала его полноценного функционирования. Напомним, что эта структура создается на базе Комитета по делам молодежи Тверской области. Согласно плану, министерство займется комплексной работой по воспитанию всесторонней гармонично развитой личности на основе исторических, культурных, моральных и патриотических ценностей российского народа. Перед ведомством ставится целый ряд задач. Это вопросы подготовки кадрового потенциала в передовые и ключевые отрасли промышленности нашей страны. Это, соответственно, задача по участию в технологическом суверенитете Российской Федерации. Это вопросы вовлечения молодежи в активную жизнь. Это молодежное правительство, молодежный парламент. Ключевые направления в работе нового министерства – осуществление комплекса мер по патриотическому воспитанию и всестороннему развитию молодежи. Развитие кадрового творческого потенциала, волонтерство, поддержка молодых семей, повышение информационной культуры и безопасности молодежи в сети интернет, духовно-нравственное воспитание. Причем губернатор уверен, что в целом ряде моментов людям старшего возраста есть чему и поучиться у подрастающего поколения. Молодежь очень активно поддерживает компанию, специальную военную операцию, которая проводится на территории Среднего государства. Молодежь сегодня очень заинтересована в активном участии в народном хозяйстве, в службе в армии, в определенном, наверное, статусе не просто гражданина Российской Федерации, а в сохранении культуры и позиционирования Российской Федерации на мировом уровне. Кроме того, Министерство молодежной политики будет принимать участие в координации деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления подрастающего поколения, в том числе тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.